СМИ довольны, поэтому то, что было, Александр говорит, сейчас как бы небо и земля, стараемся, приведем более-менее. Уже божеский вид. Что, пройдемте, посмотрим, наверное? Здесь система отопления, водооснабжения предусмотрена. Система фильтрации. Здесь будет установлен еще газовый кольцо для отопления. Тут санузел. Санузел. Для кошек. Помните, Саш, когда мы были там-то, у нас там, по-моему, только три кошки. Здесь же можно сразу вот это вот исправить. Да, конечно. Вольвер для мелких саппак, потому что они от размера животных вольвера побольше, поменьше размера. Открывается внутрь, когда специалисты не застают, теми двери должны не застают. Кажется, не санят, не санят, а санят, но вот... В администрации есть проведившиеся, да? Санят, администрация, да. Так, это для обычной, а справа для эквивалент. То же самое. Вот, смотрите. Так, Владислав Иванович, пластину сюда, пластину сюда. И там тоже самое, пластину. Просто это вот все, мне кажется, даже крутая собака, она со временем все... Хорошо. Хорошо, а полы бетонные для собаки, это хорошо или все-таки должен быть какой-то настил? Ну, мы уточним. Ну, уточните, пока время есть у нас, чтобы если нужно... Скорее всего, гильяльные носилочки будут, возможно. Потому что вы сразу посмотрите, чтобы у нас и не было вот этих вопросов. Вот, мы будем просыпать через вот эту дверь. Это карантинная зона, где они вот первое время, пока не пройдут обследование, будут находиться. И с карантинной зоной вот потом их будут распределять по вот этим вольерам. Еще вопрос там сразу же, а мы вот здесь может быть прием для пищи, чтобы мы вот миски нет, для воды и для... Чтобы куда они заходить. Ну, если они у нас в карантине, я понимаю, что у нас кто будет ветеринар, они не боятся животных, но тем не менее. Ну и то же самое, пластинные здесь. Да, пластинные везде, такая беда совсем есть. Кстати, очень справедливо, для того, чтобы надо смотреть, чтобы туда впустить. Нет, просто они должны быть на определенном уровне, там же собаки высокие, и здесь должно быть просто миски, которые управляются. И как раз для еды, или для воды. В общем, мы ждем с китатурой, с китатурой, с китатурой. Здесь комиссия, комиссия должна поднимать. Руководитель. Руководитель. Да, руководитель. Хорошо. Вот у меня просьба, все-таки по клеткам. По клеткам у меня просьба, прежде чем выступили, во-первых, настилы это, первое, и если они требуются, и опять же, я еще раз говорю, не второе, и второе, это вот у нас по всем долгой пластинникам, и долгой. Аппарат друзей и вот аппарат для анализа. А это не будет операций или нет? Нет, здесь у нас не будет никаких операций. Вообще-то у нас пункт временного содержания животных на 35 животных. Все восстановили коммуникации, внутренняя отделка, вольеры, вот сейчас заканчиваем внешнее обустройство. Которое уже не входило в основной контракт, это уже отдельно приводили в порядок, внешний вид. Осталось газоснабжение провести, у нас уже заключен на тех присоединение с Газпромом договор. Будет отопление, котел, смешно это? Да, будет котел. Вот. А так уже пункт готов к работе. Штат у нас с управлением ветеринарией будет предоставляться, у нас сторожа и подсобный рабочий. Волонтеров собираетесь привлекать? Нет, это у нас будет режимный, пропускной режим. То есть тут не предусмотрены никакие волонтеры. Потому что здесь, во-первых, это всего три дня, не более трех дней. И потом уже в приюте, возможно, там уже волонтеры, потому что там более долгое время содержатся животные. Пока их будут пристраивать или после того, как, если не нашли хозяин, то это тоже будут выпускаться на то место, откуда их отловили. На все это будет видеофиксация, которая в течение трех лет должна храниться. Она будет предоставляться в управлении ветеринарией, в том числе и нам в органы местного управления будет отчет по нашему контракту. Неравнодушных это будет беспокоить. Какая-то была открытость, чтобы вы там представляли фотографии. Но в дальнейшем я, наверное, думаю, что корма лежат хорошо, чтобы они также были в избытке. Они какие-то валялись кости здесь по всей округе. Поэтому вот это должно быть, наверное, самое основное, чтобы люди видели и все сочувствующие, сопереживающие. У нас есть нюансы, кажется, как недоделки. Там даже надо произвести траву до конца, пластину приварить. Вот, это первое. По настилу. Наверное, животное не должно содержаться на бетонном полу. Это как бы нужно предосмотреть, посмотрите, да. И по приему пищи, да, там не должно быть, наверное, все-таки отдельное какое-то окно, чтобы можно было это все осуществлять. Короче, блять! Тяют, всё-таки тренируется, хлеб, даже подняться. Много piano и на hartzie mille. Большой Isn't He an Ro